Послание к римлянам святого апостола Павла И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, Исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Матфея Святое Благовествование Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Пусть для жены не будет ничего драгоценнее ее мужа, А для мужа ничего вожделеннее его жены. В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем. Как при потрясении основания не спровергается все здание, так и при супружеских раздорах разрушается вся наша жизнь. Смотри, мир состоит из городов, города из домов, дома, из мужей и жен. Поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то входит война в дома. А когда они метутся, тогда неспокойны бывают и города. Когда же города приходят в смятение, то неизбежно и вся вселенная наполняется смятением, войной и раздорами. Поэтому и Бог особенно промышляет об этом. Поэтому Он и не дозволяет отвергать жену, разве только в случае прелюбодеяния. А что скажешь, если она сварлива, если небережлива и расточительна, если имеет и множество других недостатков? Переноси все мужественно и не отвергай ее за эти недостатки, но исправляй недостатки. Для того ты и занимаешь место головы, чтобы ты умел врачевать тело. От тела нашего, хотя бы оно имело тысячу ран, мы не отсекаем головы. Так и жены не отделяй от себя, потому что жена у нас занимает место тела. Потому и блаженный Павел говорил, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. И для жен тот же закон у нас. Как любишь ты, жена, свою голову и ценишь ее, так цени и мужа. Мы не напрасно столько говорим об этом предмете. Знаю, сколько благ происходит от того, когда нет раздора у жены с мужем. Знаю, скольких зол бывает причиной то, когда они ссорятся между собой. Тогда ни богатство, ни благочадие, ни многочадие, ни власть и могущество, ни слава и честь, ни изобилие и роскошь и никакое другое благосостояние не могут радовать мужа или жену, если они в раздоре друг с другом. Будем же заботиться об этом более всего другого. Жена твоя имеет недостатки? Делай то, что делал Исаак. Молись Богу. Если он постоянством в молитве уничтожил бессилие природы, то тем более мы, непрестанно молясь Богу, можем исправить недостатки воли. Если Бог увидит, что ты исповиновение Его закону терпишь и благодушно переносишь грехи твоей жены, то Он поможет тебе научить ее и даст тебе награду за терпение. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Не унывай же, говорит, и не отчаивайся. Может быть, она и спасется. Если же останется неисправимой, то ты не потеряешь награды за терпение. Но если ты отвергнешь ее, то, во-первых, согрешишь тем, что нарушаешь закон и будешь виновен перед Богом в прелюбодеянии, потому что кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Притом часто взяв и другую, более ее тяжелую, ты грех уже сделал, а покоя не найдешь. Если же возьмешь и лучшую, то не дано будет тебе наслаждаться чистым удовольствием со второй за то, что ты отверг прежнюю, сделавшись виновным в прелюбодеянии, потому что отвергать прежнюю есть прелюбодеяние. И так, когда ты увидишь какое-либо случившееся затруднение или в супружестве, или в других обстоятельствах, то молись Богу. Это единственный, самый лучший способ избавиться от случающихся с нами бедствий. Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночью возвещает разум. Ни суть речи, ни жестла веса, и же не слышат согласии. Во всю землю из-за девищания их, и в конце вселенной глаголы их. Солнце положи в селение свое, и той, як у жених, исходяя от чертова своего, возрадуется, як у исполинтищий путь. От края небесе исход его и сретение его до края небесе, и несть и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно умудряющие младенцы. Оправдание Господне право веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающая очи. Страх Господень чист, пребывая век века. Судьбы Господней истинны, оправданны в купе. Вожделенный пачи злато, и камень нечестно много, и сладше пачи меда и сота. Ибо раб твой хранит, явных да сохранить, и я воздая немного. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего. А еще не обладают, но и тогда не порочен буду, и очищусь от греха велика. И будут во благоволение славеса уст моих, и по учении сердца моего пред тобою выну. Господи, помощничай мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога и оковля. После тебя помощь от святаго и от сена заступит тебя. Поменять всякую жертву твою, и все сожжения твои точно будет. Даст тебя Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все опрошение твоя. Ныне познах, якоспаси Господь Христа своего, услышит его с небесе святаго своего. Сила в спасении тесницы его. Си на колесницах и си на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти бывшая подоша, мы же восстахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же ащи день призовем тебя. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, весь заступник мой, и си прибежище мой, и Бог мой, и уповаю на него. Яко то избавя тебя от сети ловчи, и от слави семя тевежно. Плечма своему осенит тебя, и под крыльей его надеяшися. Оружием обыдет тебя истинно его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Подет от страны твоя, ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи от чьима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твоим. Не придет к тебе зло, и рано не приближится те лиси твоему. Яко ангелам своим заповестья тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возму тяда, никогда преткнешься камень ногу твою. На спидой Василиска наступишь, и поперешься льва и змея. Яко намек пова, и избавлю их, покрыю их, яко позна имя мое. Воззывет ко мне, и услышу его, с ним есть у скорби, и зму его, и прославлю его. Долготую дни исполню его, явлю ему спасение мое. Воздух, охочи мои, в горы, отнюдь уже прийдет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я не жива, сдремлет, храняй тебя. Все не воздремлет, не живу, снит, храняя Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя, от всякого зла сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Исподоби нас, Владыка, с одержавением неосуждено, смейте призывать и тебе небесного Бога, Богца и Глогови. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Приятели честирых и странных предстательницей, Скорбящих радостей, победимых в окровительнице, Зрищи мою леду, зрищи мою вскорь, Помози ми, о коне морщу, окорми мяя гострана, Обиду мою веси, разрешит уяков волеши, Як о неима, иные помощи разве тебе? Ни иные предстательницы, Ни благия утешительницы, Токма тебе, о Богомати, Як о да сохраниши мя, И покрыеши во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый век, И 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 святый век, Аминь. Аминь. Аминь.